Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара, который, по легенде, произошёл в модельной центральной районной библиотеке 28 апреля. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на место прибыли 5 единиц пожарной техники, в том числе из Горнозаводской и Шибунина и 18 спасателей. Эвакуация сотрудников прошла быстро, но одного всё-таки пришлось поискать в задымлённом помещении. Предполагаемая площадь пожара составила 150 квадратных метров, а очаг возгорания находился на первом этаже здания в абонементе для взрослых читателей. На показанных учениях, которые приурочили к 365-летию пожарной охраны России, спасатели не только отработали свои действия при ликвидации пожара, но и продемонстрировали образцы нового оборудования. Так, совсем недавно на вооружение поступил дымосос, который в зависимости от ситуации откачивает или нагнетает воздух в помещение. Ещё одно новшество – светящийся трос, который помогает ориентироваться в задымлённых зданиях. Трудностей-то никакой у нас нету, это повседневная работа. Включаемся в аппараты ПТС и ходим в НДС. Непригодны для дыхания среде. В общем, так всегда. Вот нашли пострадавшего в актом зале, вывели. Трудностей, собственно, никакой не было. Если дым, ничего не видно. Потом у многих людей паника, психологическая подготовка. Когда заходишь, вообще ничего не видишь. И где искать, где очаг, где что, не знаешь. Вот так вот намного сложнее. Так всё видно, когда на учениях, а когда по-настоящему совсем по-другому. По словам пожарных, самое главное в их работе – слаженность действий, которая и отрабатывается во время учений и тренировок. Годами они работают в одном звене, и во время чрезвычайной ситуации каждый знает, что он должен делать. В этот раз результаты учения оценили на хорошо. Конечно, есть свои недочёты. Мы над этим постоянно боремся. Проводим разборы учений, разборы пожаров. С каждым разом всё лучше, лучше, лучше. Ну, знаете, не бывает такого, что всё прям, ну, на отлично. Везде есть какие-нибудь нюансы, недочёты. Но без них никуда в нашей работе. Единственной сложностью, которая возникла во время тренировки, были припаркованные вокруг здания библиотеки машины. Они осложняли подъезд пожарной техники и перекрывали доступ к пожарным гидрантам. По словам участников учений, такая ситуация наблюдается в нашем городе зачастую. Маргарита Фатыхова, Александр Стрельников, Невельские новости. Субтитры создавал DimaTorzok